Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала! Сегодня мы будем работать с коробкой DSG-DQ250. Вот она наша задача сделать клонирование этой коробки, прочитать флеш ЕПРОМ и записать в другую коробку, которую приобрели на разборке. Подсоединение мы уже выполнили. Вот подсоединение. Работать будем через наш пульт управления. Имеете ввиду, что на столе эти блоки потребляют очень много, примерно полтора ампера. Вот давайте включим. Видим, что где-то примерно 1,5 ампера точно есть. Она тестирует здесь, потому что сразу включились клапаны. Все подсоединения для DQ250 мы выполнили по схеме подключения. Вот она схема подключения. Сейчас немножко масштаб сделаем побольше. Вот так где-то. Вот наша коробочка DQ250. 02Е у нас коробка. Подключать обязательно и к линию тоже на этих коробках. Зелененький. Давайте пробовать читать теперь. Открываем PCM Flash. Модуль 58 выбираем. Вот он у нас уже выбран, 58 модуль. Но нам надо выбрать не вот эту вот boot. А для идентификации выбрать просто DQ250.02Е. Вот наша 02Е. Включим зажигание. И сделаем идентификацию. Вот идентификация. Номер программного обеспечения. Здесь все показано. Файл калибровки. Давайте будем сейчас читать флэш и EEPROM в boot режиме. Зажигание выключаем. Потому что использовать будем автоматическое питание. Выбираем DQ200 микро. И нажимаем чтение. Питание выбираем строго автоматическое. Вот у нас пошло чтение. Чтение завершено успешно. Сохраним ее в папочку, созданную, которая называется DQ250OLD. Флэш у нас сохранена. Теперь читаем EEPROM. Чтение EEPROM в boot режиме потребления всего 0,3 А. EEPROM читается у нас очень быстро. Все уже прочитано. Сохраняем нашу папочку DQ250OLD. Все, мы полностью сосчитали флэш и EEPROM со старой коробки. И теперь будем подключать новую, считывать оттуда флэш и EEPROM и заливать все из старой коробки. Итак, вытаскиваем пины из нашей коробки. Опять же, разъем круглый. Используем пины круглые. Вот такие. Эту коробочку убираем. Вот сюда мы будем заливать флэш и EEPROM от старого блока в эту коробку. Выполняем подключение. Так, первая ножка у нас K-Line. Дальше у нас идет K-High. Это 10-ая K-High. 15-ая K-Line. Дальше идет 11-ое питание плюс. 13-ое питание плюс. И масса 19-ая. Вот так мы подсоединили нашу коробочку. Это уже новая с разборки. Давайте включим зажигание. Вот слышим характерный шум клапанов. Нагрузка также меняется, скачет. Давайте теперь попробуем сделать идентификацию этого блока. PCM у нас уже открыт. Очистим здесь все. Опять же выберем DQ250-02E. Включим зажигание и сделаем идентификацию. Вот, пожалуйста, идентификация. Программное обеспечение. Другое в этой коробке. Зажигание выключаем. Сейчас будем читать ее в BOOT-режиме и, соответственно, использовать автоматическое управление питанием. Выбираем DQ250-micro. Так как идентификацию мы уже сделали, сразу нажимаем чтение. В BOOT-блок потребляет всего 0,3 ампера. Читает очень быстро. Буквально за несколько секунд уже все прочитала. Рабочий стол открываем. Открываем папочку, созданную в Нью. Сохраняем в Нью. Контрольные суммы проверены, корректны. И теперь нам нужен ЕПРОМ. Читаем ЕПРОМ. Все делаем только с автоматическим питанием. ЕПРОМ также с новой коробки сохранен в папочку Нью. Теперь нам нужно... Давайте здесь сейчас очистим все. Теперь нам нужно открыть... В BOOT-микро АДКЮ 250. Выбираем из папочки ОЛД. Где наша папка вот ОЛД. Выбираем флэш. И нажимаем записать. Хотите выполнить клонирование? Да, хотим выполнить клонирование. Не только область ПО, но и полностью весь файл. Слышь, переписываю. Тоже очень быстро. Адаптер используем ОПЕН ПОРК 2. Оригинал, естественно. Вот идет стирание последней области. И запись произведена успешно. Нажимаем ОК. Выбираем ЕПРОМ. С папочки ОЛД берем ЕПРОМ. И записываем в новый блок. Все, ЕПРОМ так же переписался. Нажимаем ОК. Давайте сосчитаем и сравним идентификаторы наших коробок. Какое было и какое стало. Чистить телом идентификацию. Включаем зажигание. Вот идентификация. И все данные плавно из коробочки ОЛД перетекли в коробку НИЮ. Клонирование успешно завершено. Выключаем зажигание. Коробку можно ставить на машину. Спокойно заводить. И все будет работать. Выполнено полное клонирование. Итак, что мы делали сегодня? Сегодня мы переливали полностью флеш ЕПРОМ из коробки DSG DQ250. Естественно, в коробку тоже DQ250. Только с другими данными. Всем всего самого наилучшего. Крепкого здоровья. Успехов в работе. Много клиентов. И интересной работы. Продолжение следует...